К слову о других заболеваниях, не только же ковид опасен. Порой нефизические недуги гораздо страшнее, и тогда за дело берутся медицинские психологи. В наши дни у них также дополнительная нагрузка. Не все выдерживают коронавирусного натиска, но при этом продолжают появляться новые Наполеоны, Сталины. И это не шутки. Ситуации и истории у пациентов самые разные. И сейчас мы предлагаем вам познакомиться с удивительным специалистом Натальей Немалякиной. Она заведующая отделением психологической реабилитации Калужской психиатрической больницы. Отдала любимому делу 30 лет. Под ее руководством большая команда профессионалов. Опасные ситуации, эмоциональное выгорание и долгожданные моменты полного исцеления души. Все это в следующем материале. Около 30 лет назад я пришла сюда работать молоденькой девочкой, которая восхищала все. И красивые белые халаты, и молодость. На первый свой рабочий день я столкнулась с таким не очень лицеприятным происшествием. Меня напугал внешний вид психически больного человека. И сразу же поняла, что не так все радужно, не так все прекрасно. В первое время я тут же начала работать с пациентами, которые в решении суда признаны неуменяемыми за совершение каких-то преступлений. И это хорошая школа для меня была. Чувство опасности, конечно, возникало. Я испытывала реальную угрозу пациента, когда на глазах менялось его состояние. Когда я понимала, что мне грозит опасность. И в кабинете я находилась один на один с ним. Конечно, мне удалось переключить его, ни в коем образе не показать свой страх. Я подошла к двери, я сказала, что нам нужно сейчас с вами пройти на улицу, погулять просто по улице, потому что душно в помещении. Самое главное – вести себя открыто, искренне. Никогда не позволять себе раздражение и агрессию по отношению к психически больному человеку. И Путины, и Ельцины были, и Наполеоны были. И даже папаху Мономаха мы переносили. Был такой пациент, дефектный пациент с длительным лечением уже в нахождении в психиатрической больнице. Он надевал эту папаху, которая из каракуля сделана, и у Наполеона был. В положении пандемии Монопосто обращается с какими-то там напряжениями. С какими-то тревогами, с какими-то там опасениями, страхами заболеть. А заболевшие, уже переболевшие, они приходят и говорят, как бы второй раз не заболеть. Коллеги, были ли пациенты, у которых переживания были связаны с коронавирусом? У меня был пациент на психологическом обследовании, у которого обострились болезненные переживания. И он считал, что он создатель этого вируса, участвовал в этом. По этому поводу он написал книгу, которую издавать не стал, потому что решил это удалить, так как это секретная информация. Арт-терапия Арт-терапия – это лечение искусством. Они свои какие-то эмоциональные переживания, переживания, связанные со страхами, с тревогами, вербальной агрессией. То есть они же порой даже не могут выразить ее, а вот на рисунке это позволяется им. Девушка – это Елена, которая попала в отделение в Острое с тяжелым депоративным состоянием. Вот она сидит, видите, какой змей, который хочет ее поглотить. Вот это она. Она вылезает из ямы. Наконец-то она этот овраг преодолевает. И дальше это полное исцеление, как она посчитала. То есть произрастание руки с живой птичкой. Птичка – это она маленькая. То есть маленькая надежда на выздоровление. Это все проходило в течение четырех месяцев. Большой трудностью является эмоциональное выгорание. Были в детском доме-интернате для детей с дефектами развития. Конечно, приехав домой, я испытала сильнейшее какое-то эмоциональное выгорание, слезливость. Конечно, для меня это было удивительно, но тем не менее я понимала, что со мной происходит. Мы все живые люди, даже мы, работая в такой вот сфере. У меня есть семья, у меня есть маленький внук, которого два с половиной года, и который, конечно, очень тепло, как-то откликается в моей душе, в моей сердце. Спокойная обстановка, тихая, домашняя. Это сон. Я читаю Шукшина рассказы сейчас. Все это помогает, конечно же. Ну, наверное, нет такого понятия психически здоровый человек, относительно психически здоровый человек. Если вы будете с любовью и с вниманием относиться к своему здоровью, то вы никогда не дойдете до того состояния, чтобы вас пришлось перевозить в психиатрическую больницу в таком ужасно тяжелом состоянии. Ну, любите жизнь. Это самое главное. Здоровье, сопереживание и глубокое уважение к людям, которые работают. Это три составляющие, которые все-таки нашу работу делают приятной. Нам хочется утром вставать и идти на эту работу. Я люблю свою работу. Поверьте мне. Спасибо.